Вся информация в видео, опубликованных на нашем сайте, взята из открытых источников. Следите за новостями и подписывайтесь на наш канал. Армянские воскресенья могут применить виды вооружения большого радиуса поражения. Минобороны Армении. Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила о применении вооруженными силами Азербайджана тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, СМЕРЧ и другого вооружения большого калибра. Применение такого рода вооружения меняет логику и объем боевых действий, повышая его на новый уровень. В связи с этим Министерство обороны предупреждает, что армянские вооруженные силы будут вынуждены применить виды вооружения большого радиуса поражения, способные уничтожить личный состав, передвижное и стационарное имущество на больших площадях, написала Степанян на своей странице в Facebook. По ее словам, на данный момент подразделения армии обороны НКР уверенно отражают все попытки наступления противника, нанося большие потери в живой силе и технике. Азербайджан начал артиллерийский обстрел. Армянская сторона уничтожила атакующую группу бронетехники. Бои продолжаются с разной интенсивностью, сопровождаясь артиллерийской подготовкой со стороны противника. Армянские подразделения рано утром уничтожили атакующую группу бронетехники противника. Об этом сообщила пресс-секретарь Муармении Шушан Степанян. Армянские подразделения по нескольким направлениям линии соприкосновения отразили атаки воскресенья Азербайджана. На отдельных участках были предприняты карательные действия. Противник понес значительные потери и в живой силе, и в технике. В частности, ранним утром на южном направлении была сбита группа бронетехники противника. Скоро будет опубликован и видеоматериал, сообщила Степанян. Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом, начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе. Погибли женщина и ребенок. 28 сентября погиб еще один ребенок. С армянской стороны есть 84 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта. В республике Армения и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла более 400 человеческих потерь. Согласно сведениям, уточненным на данный момент, в воскресенье Азербайджана потеряли 4 вертолета, 36 Бла, 36 танков, 1 боевую машину пехоты, а также 2 инженерных БТР, 47 БТР и 1 самолет. Обсуждается вопрос заключения военно-политического альянса с Арцахом. Лилит Макунц. В сложившейся ситуации в стране, параллельно развитию событий, активно обсуждаются возможные адекватные шаги, в частности, заключения военно-политического союза с Арцахом. Об этом на своей странице в Facebook написала руководитель парламентской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц. Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе. Погибли женщина и ребенок. 28 сентября погиб еще один ребенок. С армянской стороны есть 84 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта. В республике Армения и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла более 400 человеческих потерь. Согласно сведениям, уточненным на данный момент, в воскресенье Азербайджана потеряли 4 вертолета, 36 Бла, 36 танков, 1 боевую машину пехоты, а также 2 инженерных БТР, 47 БТР и 1 самолет. Сбиваем десятки танков, а они все идут. Происходят широкомасштабные боевые действия от Амара до Аракса. Позиции нигде существенно не изменились. Основное направление противника было южное. Сегодня с полудня началось масштабное наступление и в направлении Мрава, успехов не достигнуто. Но и вчера, и сегодня продолжались боевые действия в направлении Амара. Об этом сегодня на брифинге заявил президент Арцаха Араек Рутюнян. Он отметил, что наступают десятки танков, их сбивают, идут новые. Думаю, потому что вчера военно-политическое руководство противника поспешило заявить, что якобы заняты несколько сел на Физулинском направлении. Но ничего подобного. Поэтому, чтобы возместить упущение, они сегодня утром использовали 50 танков и иной бронетехники. Нашим воскресенье удалось сбить десятки танков, сказал он. Араек Рутюнян отметил, что Азербайджан довольно долго готовился к войне. Я могу раскрыть скобки и рассказать, что происходило в сфере связи. Месяцами готовились к этому дню, чтобы попытаться нанести урон связи. Специалисты говорят, это дело не дней, а месяцев. То, что лживое руководство Азербайджана утверждает, будто наступление начало армянская сторона, а они перешли в контрнаступление, всего лишь в очередной раз подтверждает, с кем мы имеем дело, сказал Арутюнян. По словам президента Арцаха, противник применяет наступательную технику и тактику. В первую очередь они попытались поразить наши ПВО, чтобы потом перейти к гражданским объектам и населенным пунктам. Эта война не на жизнь, а на смерть. И мы выиграем в этой войне, сказал он. Генсек ОДКБ обеспокоен возобновлением вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Секретариат ОДКБ выступил с заявлением о ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась выражает серьезную обеспокоенность и озабоченность в связи с возобновлением 27 сентября СГ вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, в ходе которого с обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди мирного населения. Нарушен режим прекращения огня, применяется тяжелое вооружение, в том числе артиллерия, танки и авиация, а также ударные бла. Сложившаяся ситуация не способствует выполнению соглашения о прекращении огня 1994 года и взаимных обязательств не применять силу в рамках мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Необходимо немедленно восстановить режим прекращения огня и вернуться к переговорному процессу, который ведутся председатели Минской группы ОБСЕ. Решение конфликта в Нагорном Карабахе возможно только политика дипломатическими методами. Совет коллективной безопасности, Совет министров иностранных дел ОДКБ в своих заявлениях неоднократно призывали стороны добиваться урегулирования конфликтных ситуаций исключительно мирным путем и воздерживаться от провокационных действий с целью недопущения эскалации напряженности, говорится в заявлении. Россия в связи с ситуацией в Карабахе находится на связи с Турцией. Песков. Ситуация в Нагорном Карабахе вызывает у России серьезную озабоченность. Как сообщает Армен Пресс, об этом в прямом эфире Спутника заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Эскалация ситуации не связана с попыткой извне создать новые трудности для России. Бои должны быть немедленно прекращены. Урегулирование конфликта необходимо перевести в политическое и дипломатическое поле, сказал Песков. Пресс-секретарь президента России также отметил, что Россия по поводу ситуации в Карабахе находится в контакте с Турцией. По словам Пескова, сейчас не время разбираться, кто прав, а кто виноват. Огонь нужно немедленно остановить. В случае необходимости Путин поговорит и с руководством Азербайджана, сказал Песков. Мы не можем позволить возврата призрака Османской империи Армен Саркисян. Мы не можем позволить возврата призрака Османской империи. Об этом президент Армении Армен Саркисян заявил на международном форуме Киберсек 2020. Вы наверняка слышали, что в воскресенье Азербайджан начал наступление на границы Карабаха. Должен заявить, что член НАТО Турция в полной мере поддерживает Азербайджан в его кибератаках электронными дронами, а также инструкторами, наемниками и даже истребителями F-16. Для любого армянина, проживающего в мире, это в каком-то смысле возвращение призрака. И если сначала этот призрак был виртуальным, то теперь он материализовался. Почему я говорю призрак? Это призрак Османской империи, которая 105 лет назад спланировала и осуществила геноцид армян. Мы ни в коем случае не должны допустить повторения геноцида.